В эфире информационно-музыкальная программа Радио Карачаева Черкесии Республика. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре среда, 26 апреля, в студии Булду Байрамукова. И я рада приветствовать всех, кто этим утром вместе с нами. И по традиции, коротко знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре. Итак, сегодня. День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Международный день интеллектуальной собственности. Международный день секретаря. День нотариата в России. День сметчика в России, чей труд связан со строительными, восстановительными, ремонтными, реставрационными и иными работами, предшествуя их непосредственному выполнению. Что касается знаменательных дат и событий, то в такой же день, в 1658 году, главная башня Московского Кремля была переименована в Спаскую. В 1792 году во Франции впервые прозвучала песня Марсельеза, ставшая впоследствии гимном революционеров. В 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС. В 1991 году в СССР был принят закон о реабилитации репрессированных народов. И в 1997 году в России был учрежден орден за милосердие и исцеление. В этот день разных годов родились такие известные люди, как советский актер театра и кино Владислав Дворжецкий, русский писатель и публицист Григорий Данилевский, российский музыковед и литературовед, публицист, телеведущий, народный артист России Святослав Белза, российский пианист, педагог, народный артист России Николай Луганский. Далее нашу программу продолжит музыка. Я такая эффектная Весна Море увлечений без особого значения Отвела нас всех весна До умов помрачения Отвела нас всех весна Я лучами согретая иду, встречая лето, улыбаюсь, конечно, и ищу глазами небо, самое прекрасное и умопомрачительное. Весна Не смотрите, вздыхая, я направила, чихала, кодекс ваш не читала, так живую ведь живая, я смотрю в глаза при встрече всех, кто попадает со мне. Весна Весна Море увлечений без особого значения Я довела нас всех весна Я довела нас всех весна До умов помрачения Довела нас всех весна Весна Море увлечений без особого значения Я довела нас всех весна Я довела нас всех весна До умов помрачения Весна Продолжаем эфир В России продолжается весенняя призывная кампания В военном комиссариате Карачаево-Черкесии разъяснили особенности весеннего призыва на срочную службу Подробности в материале Руфины Ковалевой В указе Президента России сказано, что планируется призвать 147 тысяч человек Это на 12,5 тысяч больше, чем весной прошлого года Эта цифра заявлена непросто Учитывается не только количество парней призывного возраста в стране, но и предварительные данные об их здоровье, семейных обстоятельствах и планах получения образования Призывников в России становится больше Элементарно потому, что призывного возраста начинают достигать молодые люди, появившиеся на свет в середине двухтысячных В то время, когда рождаемость в стране после кризисных 90-х начала расти А государство и конкретно Минобороны имеют предварительное представление об их годности к службе, потому что ведет их на учет В Карачаево-Черкесии на службу уйдут около 300 человек Об этом рассказал главный военный комиссар Карачаева-Черкесии Сергей Белобородов С республики более 300 молодых ребят будут призваны для прохождения военной службы в ряды вооруженных сил, войск национальной гвардии и министерств чрезвычайной ситуации Чаще всего наши ребята распределяются для прохождения службы в Южном военном округе Ну и почти третья часть уйдет в войска национальной гвардии Сейчас принимаются изменения в закон о военной службе О том, что планируется помимо бумажных повесок Оповещать граждан для прибытия военных комиссариат на призывные комиссии через сайт госуслуг Но на сегодняшний день, пока закон федеральный не принят, это планируется вступить в силу после принятия изменения в закон Сергей Белобородов особо подчеркнул, что призывники будут проходить службу только в местах постоянной дислокации воинских частей И никаким образом не могут оказаться в новых регионах России на территории проведения СВО На сегодня численность контрактников и отмобилизованных достаточно, чтобы выполнять поставленные задачи Согласно указанию президента Российской Федерации, приказу министра обороны Наши призывники, которые будут проходить военную службу по призыву Будут проходить службу только на территории Российской Федерации, не на новых территориях И в пунктах постановой дислокации Особое внимание всем военным комиссариатам и командирам на местах дали указание о том, чтобы призывники не могут ни под каким прилогом попасть для участия в специальной военной операции Планируется изменить возраст призывников На сегодняшний день эти поправки тоже будут рассматриваться в внесении в федеральный закон В этом призыве возраст призыва не будет изменен с 18 до 27 лет По сравнению с прошлыми призывами, количество призывников у нас практически одинаковое Потому что количество призывников в вооруженных силах остается на прежнем уровне Численность вооруженных сил вырастает за счет военнослужащих, которые изъявили желание приходить военную службу по контракту Итак, большую часть призывников зачислят в учебные соединения и воинские части В которых до пяти месяцев они будут осваивать боевую технику и получат военно-учетную специальность А затем оставшееся время нести собственно военную службу Увеличивать продолжительность срочной службы не планируется Но высказано предложение поднять призывной возраст Это новшество и если оно будет введено, то не раньше следующего призыва или даже следующего года Сергей Белобородов также рассказал, что в республике наблюдается тенденция по снижению количества уклонистов Я хочу сказать, что вопрос по уклонению от несения военной службы с каждым годом в республике идет вниз Многие ребята понимают, что без службы быть в вооруженных силах у них дальнейшего карьерного роста Их профессиональных действий не будет Поэтому многие из них сами приходят, изъявляя желание досрочно пойти в армию Также планируется изменение федерального закона о несении службы Где будет прописано, что даже в том случае, если будет призыв 2021 года до 30 лет То не ущемлять желание граждан, достигших 18 лет По собственному желанию они могут тоже пройти воинскую службу до 2021 года За неявку военкомата в обозначенной в ней день и время грозит ответственность Это может быть как административная ответственность по статье 21.5 с максимальным штрафом до 3000 рублей Так и уголовная, если призывника заподозрят в уклонении от военной или альтернативной гражданской службы В этом случае по статье 328 Уголовного кодекса предусматривается лишение свободы на срок до двух лет Субтитры делал DimaTorzok А у Делькина срезана брюхо винтом Выстрела в спину Не ожидает никто На батарее Нету снарядов уже И надо быстрее На вираже Парус Парвали парус 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 Могут лежать на дне, только всё это не по мне. Могут лежать на дне, только всё это не по мне. Могут лежать на дне, только всё это не по мне. А также врачи неустанно ведут профилактическую работу с пациентами, уже имеющими нозологии, приобретённые в результате вредных привычек. Рассказать более подробно о проводимых мероприятиях и пояснить, какие привычки являются вредными, мы попросили главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Карачаева-Черкесии Изабеллу Нирову. Вредные привычки – это табакокурение, это пагубное потребление алкоголя, употребление наркотических средств, а также психотропных веществ, именно без назначения врача, бесконтрольное употребление лекарственных препаратов, игровая зависимость, техномания, телевизионная зависимость, компьютерная и интернет-зависимости. Все эти привычки опасны в разной степени. Например, игромания, хоть и отличается от того же алкоголизма, наркомании, токсикомании, всё равно представляет горе для всей семьи. Человек, страдающий этой привычкой, он может стать психически неуравновешенным, или даже, например, потерять над собой контроль и причинить кому-то вред. К тому же человек, погружённый в компьютерный мир, он перестаёт вести себя адекватно, он перестаёт вести нормальный образ жизни. Всё свободное время он посвящает игре, тратит в ней деньги. А курение, злоупотребление алкоголем, они являются самыми распространёнными из всех видов вредных привычек, и приносят огромный вред здоровью и окружающим. По данным официальной статистики, за годы пока действует государственная политика, которая направлена на защиту граждан от табачного дыма и последствий потребления табака. За последние годы в стране, а также в республике, наблюдается замедление темпов снижения распространённости курения. Казалось бы, снижение темпа распространения курения – хороший показатель. Но врачи бьют тревогу. На смену табака курению пришла более вредная привычка. Наблюдается прирост потребления именно никотинсодержащей продукции. Это вейпи, электронные сигареты, продукты нагревания табака, так называемые снюсы, кальяны и бездымного табака. Возникает резонный вопрос. Почему любители курить, зная весь масштаб вреда своему здоровью, не расстаются с этой пагубной привычкой? Именно осведомлённость населения о том, что эти продукты вызывают зависимость в силу содержания в них никотина, оно остаётся низкой. Это потому, что идёт агрессивный маркетинг вот этой продукции со стороны тех компаний, которые их производят. То есть они нацелены в первую очередь на подростков и молодёжь. И никотинсодержащая продукция наносит такой же вред, как и, например, потребление того же табачного изделия. Эти компании, они целенаправленно скрывают или маскируют эту информацию, дезинформируя наше население. Изабелла Мухаджи равноподробно остановилась и на, можно сказать, вечной проблеме общества – алкоголизме, сравнив его со смертельным ядом. Проблема алкоголя, она также стоит остро. Очень важно сказать, что большинство дорожно-транспортных происшествий, большинство преступлений совершается именно в состоянии сильного алкогольного опьянения. И алкоголь – это тот же яд, который воздействует на различные органы системы нашего организма. При чрезмерном употреблении алкоголя нарушается координация движения, нарушается контроль за поведением. Особое внимание хотелось бы заострить именно на алкогольном психозе, которое еще называется «белая горячка». Она возникает на фоне похмелья, представляет собой очень опасное состояние, потому что в таком состоянии человек не отдает отчет своим действиям, поступкам. У него обостряются галлюцинации, и он начинает очень бурно на них реагировать. То есть он начинает бежать от чего-то или от кого-то, начинает обороняться. И в таком состоянии он может нанести вред рядом стоящему человеку. Не менее опасной привычкой является наркомания, которая унесла не одну сотню жизней. К ней привыкнуть легко, а вот расстаться трудно. Зачастую невозможно. Наркомания тоже относится к вредным привычкам, которые представляют собой тоже угрозу не только здоровью человека, но и окружающим. Большинство психоактивных веществ вызывают физическое привыкание, которое делает невозможным существование без этих наркотиков. Многие эти вещества действуют на нервную систему так же, как, например, натуральные эндорфины, от которых зависит работа нашего головного мозга. И сначала наркотики принимаются однократно или крайне редко. При приёме однократно у человека начинается состояние эйфории, он счастлив, доволен. Но при злоупотреблении далее, а это обязательно случается, потому что человек хочет повторить вот это состояние, он не способен прекратить приём этих наркотиков и начинает испытывать дискомфорт. И он уже становится таким необходимым компонентом в его жизни, без которого он не может справиться с элементарным стрессом или теми бытовыми вопросами, с которыми каждый человек сталкивается регулярно в своей повседневной жизни. То есть начинается ухудшаться настроение у такого человека при попытке, например, отказаться от наркотиков. Ухудшается самочувствие, поэтому вот перерыв между приёмами наркотиков, он с каждым разом всё короче и короче. И очередная доза, она нужна для того, чтобы избавиться от мучительных симптомов и абстинентного синдрома или так называемой ломки. Также постепенно вот доза вот этих веществ, она требуется именно для восстановления той работы нервной системы, которая необходима. То есть наркотиков всё больше, симптомы ломки тоже всё больше. По словам моей собеседницы, в жизни нашего общества, современного общества, вредных для здоровья человека и его окружающих, привычек очень много. Зачастую наблюдается летальный исход. Но, как заверяют врачи, любую нозологию можно вылечить, если того желает и прикладывает усилия сам человек. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Карачаева Черкесии Изабелла Нирова дала несколько простых, но действенных советов для желающих сохранить себе здоровье. В первую очередь очень важно сказать, что необходимо отвлечься, ненадолго расслабиться и вспомнить, какие действия в течение дня они совершаются автоматически и без всякого контроля. Причём они повторяются изо дня в день. Если через некоторое время удается вспомнить какие-то привычки, это будут именно те вредные привычки, которые необходимо взять под контроль. Как отказаться от вредных привычек зависит, конечно, от воли и характера самого человека. Например, кому-то требуется пара-тройка дней, а некоторым не хватит и полугода. Лучший вариант – это каждый день в течение трёх недель, то есть это 21 день, называется ещё золотой стандарт. В течение 21 дня заменить вредную привычку полезной. Например, вместо того, чтобы покурить, нужно выпить стакан воды и сделать 5 глубоких вдохов. И вот эту привычку нужно каждый день повторять 21 день. Когда начнётся дискомфорт от отсутствия вредной привычки, нужно набраться сил, не обращать внимания и просто переждать вот этот момент. Лучше всего, конечно, научиться получать удовольствие от этого дискомфорта, заменяя его полезными привычками, полезными эмоциями. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя делать себе поблажки. Следует подчеркнуть, что на борьбу и профилактику вредных привычек медицинским сообществам уделяется очень много внимания. Каждый желающий может обратиться к врачу по профилю, как открыто, так и анонимно. Главное – не упустить время. В завершении беседы Изабыла Мухаджировна обратилась ко всем жителям республики. Если верить психологам, обзавестись дурным навыкам намного проще, чем хорошим. Если, например, вторые появляются в нашей жизни благодаря своему труду и работе над собой, то причины возникновения вредных привычек – это наши пороки и соблазны. Нужно менять свои пагубные привычки на положительные. Ведь они и формируют основу здорового образа жизни, улучшают физическое и психологическое, эмоциональные показатели. Хочется отметить, что за 2022 год именно по результатам профилактических осмотров в республике как фактор риска развития неинфекционных заболеваний, курение выявлено у чуть больше 3000 человек, что составляет 7,9% от общего количества всех выявленных факторов риска именно при профосмотрах. Уважаемые жители республики, здоровье человека наполовину зависит от самого человека, от того образа жизни, который он ведет. И только остальные 50% связаны с наследственными факторами, условиями среды, от деятельности медицины. И здоровый образ жизни включает не только отказ от разрушителей здоровья, тех вредных привычек, но и двигательную активность, рациональное питание, закаливание, личную гену и, конечно же, положительные эмоции. Борьба с вредными и опасными для здоровья человека привычками продолжается. Главное – иметь желание с ними расстаться и вовремя обратиться к специалистам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем эфир оригинального радио. Управление Минюста по Карачаево-Черкесии напоминает о том, что оказывает государственную услугу по представлению апостиля. Он необходим тем, кто уезжает жить или работать в другой стране. Подробности в материале Мадину Шушуевой. А постель проставляется на официальных документах, таких как диплом об образовании, трудовом стаже, свидетельстве о заключении брака и других. Например, если человек отправляется за границу на учебу, то ему нужно подтвердить диплом об образовании, выданной в России, то есть заверить его апостилем. Для того, чтобы доказать, что муж и жена находятся в официальном браке, на свидетельство также необходимо поставить апостиль. Главный специалист и эксперт отдела по вопросам адвокатуры, нотариата государственной регистрации актов гражданского состояния, Управление Минюста по Карачаево-Черкесии Елена Севицкая отметила, что апостиль – это штамп, который официально подтверждает юридическую силу документа за границей. Добрый день. Сегодня я расскажу о предоставлении государственной услуги по представлению апостиля. Сначала необходимо сказать о том, что в октябре 1961 года в ГАГе была принята конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов. Конвенция для России вступила в силу 31 мая 1992 года. Для чего страны договорились и подписали данную конвенцию? Для того, чтобы упростить оформление документов для действия на других странах. То есть, если между странами, которые сидят в этой конвенции, передвигаются документы, то для них достаточно в виде легализации только проставления апостиля. И именно вот проставление апостиля требуется, когда возникает необходимость вывоза документов за пределы Российской Федерации, для их представления в соответствующие органы, инстанции иностранного государства, а потом для того, чтобы с этим документом совершать какие-либо юридически значимые действия за рубежом. Что такое апостиль? Апостиль – это штамп. Штамп, который соответствует определенным требованиям. Он проставляется компетентными органами, либо на самом документе, либо на отдельном листе. Потом оно скрепляется в соответствующем порядке. Этот штамп удостоверяет подлинность подписи и должность лица, который подписал этот документ, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. То есть, грубо говоря, штамп апостиль говорит о том, что данный документ на территории иностранного государства имеет юридическую силу. Что касается территориальных органов Минюста, У нас есть приказ Минюста, который утвердил административный регламент. И в соответствии с данным регламентом мы исполняем данную услугу. Административный регламент предусматривает перечень документов, на которых проставляется апостиль территориальными органами Минюста. Это официальные документы, исходящие от федеральных органов государственной власти. Территориальные органы, то есть здесь привязка должна быть, Управление Минюста субъектовое, республиканское. Оно проставляет апостиль на документах, которые выданы на территории республики. Дальше. Это официальные документы органов власти, за исключением органов, которые сами самостоятельно могут проставлять данные апостиль. Это, например, органы МВД, прокуратура. Это архивные службы. Это управление ЗАГС на своих документах, на документах об актах гражданского состояния. Далее мы проставляем апостиль на копиях документов, исходящих от судов. Дальше. Это копии официальных документов, которые исходят от органов власти, органов местного самоправления, органов власти субъектов, которые засвидетельствуют тоже в определенном порядке нотариусами. Это непосредственно сами натурально удостоверенные копии документов и на документах, которые выданы нотариусами. Подавать заявление на проставление апостиль на нужно в том же регионе, где был выдан документ. Проставить апостиль не получится даже в посольствах России. Процедура происходит в следующем порядке. Заявитель обращается в территориальный орган Минюста с документом, заявлением из квитанции об оплате государственной опошлины. За каждый документ занимается государственная опошлина в размере 2,5 тысячи. Необходимо указать о том, что в прошлом году было заключено соглашение с многофункциональным центром, в соответствии с которым заявление на предоставление государственной услуги может быть подано через МФЦ. К примеру, человек получил в муниципальном районе определенные документы у нотариуса. Это могут быть нотариальные копии, либо в виде официальных нотариальных документов за границу. Это может быть согласие на выяснение совершеннолетнего ребенка, либо доверенность на совершение каких-то юридически значимых действий. На сегодняшний момент нет необходимости выезжать в Республиканский центр для подачи документов. Данные действия можно проделать там же, по месту жительства, на территории вашего муниципального района. После получения официальных документов можно обратиться в МФЦ, сдать документы, там же оплатить государственную опошлину, и уже исполненные готовые документы будут возвращены в МФЦ и выданы человеку. Это экономит временные и финансовые затраты заявителей. По срокам проставления постели административный регламент предусматривает проставление постели до 3 рабочих дней. В случае, если в управлении имеются образцы отиска, печати, подписи, должностных лиц, которые подписали этот документ. Если таких образцов в управлении нет, производятся административные процедуры по формированию запросов на предоставление данных образцов, и после получения данных образцов проставляется апостиль на документе. Опять-таки скажу, востребовская услуга по проставлению апостиля, она классифицируется как услуга, и за последние годы данная услуга, количественный показатель говорит о том, что она востребована. За последние годы многие лица выезжают на территорию иностранного государства для учебы, лечения, проживания, совершения каких-то юридически значимых действий. Хотела бы отметить, что необходимо разделять по виду документов, которые вам необходимы. То есть, если есть какие-то сомнения, в какой уровень необходимо подать документ для проставления апостиля, сотрудники управления Минюста в рабочее время постоянно находятся на связи. Все сотрудники отдела по вопросам адвокатуры, натряда ЗАГС, имеют многолетний опыт и компетенцию в консультировании, в осуществлении данных государственной услуги. Поэтому мы в полном объеме прослушаем, какие у вас есть документы и дадим полную консультацию о ваших дальнейших действиях. Информация у нас находится на сайте управления Минюста по порядку проставления апостиля в общедоступных местах управления. Поэтому в рабочем порядке вы можете получить консультацию по предоставлению данной услуги. Проверка подлинности заверяемого документа и принятие решения о проставлении апостиля занимает не более трех рабочих дней с момента регистрации заявления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 22. В горах местами плюс 4, плюс 14. И выше 2,5 тысяч метров сохраняется лавиноопасность. В Черкесске без осадков. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 22 градусов выше 0. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Республика подошла к концу. Над выпуском работали корреспонденты службы информации. Звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев. В студии работала Болду Байрамукова. Мы прощаемся с вами и желаем всем хорошего дня и удачи во всех начинаниях. Редактор субтитров А.Семкин